Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дарья Немкова, я книжный блогер, надеюсь, что твой любимый книжный блогер. Это новый влог из Парижа, поэтому заваривайте себе чай или кофе, а мы с вами начинаем. Так, дорогие друзья, я попрощалась с Викой, оставила её на стойке регистрации, потому что сегодня она едет домой, а я продолжаю путешествие и еду в Париж совсем на немножечко дней, потому что виза у меня не такая большая, всего лишь 10 дней въезда в Шенгенскую зону, но я решила, что обязательно нужно застать это время. Друзья, я заселюсь на одну ночь рядом с аэропортом, чтобы не возвращаться в Рим, хотя хотелось бы, но нет смысла, потому что буквально в 10 утра у меня уже вылет. Такая вот комната симпатичная, очень удобно, потому что одна станция до аэропорта, ты быстро так динь-ди сел, правда, завтра придётся этот огромный чемодан тащить через лестницу. Ну ладно, кто мы? Мы же сильные, мы сильные, конечно. Я пришла в торговый центр, сейчас поем хотя бы, поем обязательно, может быть, здесь что-то есть, какие-то классные магазины, но давайте сейчас с вами обойдём, посмотрим. Вот, интересно, этот торговый центр находится прямо в... Прямо где всё, базики расплавились, прямо там, где я живу. Очень шумно, очень шумно, итальянцы очень шумные. О, FlyTiger! Мой магазин. Во FlyTiger мы уже были, поэтому идём дальше. И сначала я, наверное, обойду его весь, а затем сяду покушать, и пойду уже отдыхать свой номер, luxury номер. Ну, как-то так. Пожалуйста, друзья, Икея. Икея настоящая. Дорогие друзья, я совершенно случайно нашла в пригороде Рима, это Fiumicina, здесь голый центр, и я нашла книжный магазин. Книги найду вообще везде. Погнали, посмотрим, что там есть. Хочу отметить, сколько людей здесь в книжном магазине просто так пришли за книгами. И это очень круто. Так, дорогие друзья, это совершенно новый для меня опыт. Я встретила прекрасных Good Girl в книжном магазине. Сейчас я спрошу, что они любят читать. Романсы. О, what's your favorite romance? This one. This one, окей. Do you read Anna Quine? No, I don't know. I like this one at Rockia is the Outdoor. This one at Carrie Raeckon is the Outdoor. Yeah. This is Tirogit, and she's the Outdoor. Ага, Стефания S. Maybe Rebecca Yeros? You read? No. No, this one is the Outdoor. It's favorite book. You need. You need? Yeah, yeah, yeah. Okay. Всех подсаживаю на Rebecca Yeros. Посмотрите, сколько здесь книг. Так, я вижу здесь Эль Кеннеди, которая стоит 3, точнее 4 евро. Я нашла Сару Ривенс. Сара Ривенс. В общем, я вижу здесь очень много молодых девушек, которые разглядывают книги, именно романтику. Они приходят и приходят за этими книгами, поэтому могу с уверенностью сказать, что культура чтения именно таких молодых девушек здесь очень развита. И они все идут на контакт, они разговаривают. Это круто. Это прям вселяет в меня такое воодушевление. Друзья, поистине удивительная история, потому что сейчас я вам ее и расскажу. Значит, я пошла на, как я вам и рассказывала, на поезд. Я купила там билет, но поезда не останавливаются в этот день. Сегодня воскресенье. Поезд, да, не останавливаются на той станции. То есть, получается, видимо, у них выходной, но об этом где-то не сказано. Но местные это знают. Они местные не знают. Логично. И, собственно, я стояла, как стояла. Мне, говорит, мужчина сегодня, ну, не уедете сегодня отсюда. Я говорю, блин, странно. Ну, я ему не поверила. Думаю, что он знает, больше меня, что ли? Вот. Да, по-моему. Думаю, ладно. Начинают приходить другие, значит, путешественники к Ахьян. Они, значит, тоже стоят. Стоят и подходят к нам женщины, которой надо. Она итальянка, ей нужно в аэропорт. И она говорит о том, что сегодня нет здесь поездов. Они просто не... Ну, нет. Их нет. Только из Рима, из города. И я такая... Я вообще спустя вместе, друзья. Там сидели или китайцы, или японцы, я не знаю. Это неважно даже. И я поняла, нам надо держаться вместе. И мы все пошли на бас-стейшн. Но оказалось, что один парень, у которого я спрашивала, когда прибывает поезд и вообще, что происходит, он сказал, что он заказал такси. Большое такси, видимо, поняв, что у нас будет много, он сам заказал такси. Вот, естественно, мы все скинулись на 3 еврика. Он с меня сделал, сдал 2, потому что у меня там был как-то белочек. Другие не нуждают этой белочек. Я говорю, хорошо. И мы... Сейчас скажу, сколько у нас было. Мы с Семером отлично доехали. Слава богу, что там были люди. Потому что иначе мне пришлось бы одной заказывать такси. И это было бы очень-очень дорого. Вот. Такие дела. Я в аэропорту в Юричина. Ну и скоро поеду, уже полечу. На стойке вот на этой пока что нет. У меня уже 10-12 рейс. Пока что нет, я жду. Вот. Такие дела. Очень много людей. Все хотят улететь-прилететь. Вот. Я просто рада, что у меня попались хорошие люди. Ведь я хотела выезжать позже. Но позже никого бы там на этой станции уже не было. И я бы даже не узнала, что мне нужно делать. Потому что очень пустынно. Это мы привыкли, что у нас в Москве везде контролеры, везде люди. Везде там направляющие. А это такая пустынная довольно-таки платформа, которая, видимо, по воскресеньям не нуждается в заборе посетителей. Короче, я абсолютно все это понимаю. Но теперь я знаю, что вот на таких отдельных станциях в воскресенье добраться будет сложно. И как я буду добираться от аэропорта в Париже, я пока что не знаю. Вот. Ну, раз сейчас всего лишь 7-17, регистрация не открыта, я предлагаю пойти, может быть, позавтракать или просто куда-нибудь сесть. Но мне кажется, я здесь не сяду, потому что очень-очень много людей я вижу. Вот. Аэропорт Пельмичина просто огроменный. Но он действительно очень-очень большой. И пока что у меня на посадку Сириана. И я вообще не понимаю, есть ли здесь паспорт для контроля. Очень интересно, потому что пока что... Ну, вот как у нас в России. Да, мы сначала, чтобы пройти в зону дюти-фри, мы проходим паспорт на контроль. Но пока что я его не проходила в Мури. Наверное, когда только прилечу. Очень интересно, как у них здесь всё это устроено. Но у нас, когда ты вылетаешь, когда ты прилетаешь, естественно, не знаю, можно найти, где можно посавтракать. Кто бы вообще, конечно, сомневался? Никто. Боже мой, здесь ещё один большой букшоп, друзья. Но я не успею, понимаете, показать это всё, потому что мне уже надо ехать на посадку. Но это второй букшоп в аэропорту. Но я думаю, что с тобой ещё и третий. Ну что, друзья, это я иду на посадку. Улетела авиакомпания TransAvia France. Мне очень понравилось. Удобно, быстро. Багаж тоже моментально выдали. В полёте дочитала четвёртое крыло. И я просто в безумном шоке от концовки. Кто читал, тот поймёт. Ну что, друзья, я в Париже. Это очень круто. И сначала я долго думала, как мне ехать на Орли-басс или на такси. И я не смогла... У меня нет... В общем, там есть такой... Такая вот, как сказать, где покупаешь билеты, да. И там нужно было расплачиваться. Там нельзя было расплатиться бумажками. Там расплачиваться только монетками. 11 евро. И у меня такого не было. Я решила, что поеду на такси сразу до отеля. Поэтому... Такие дела. Еду. Так, ну что? Небольшой рун-тур, друзья. Ничего себе, я так понимаю... Я не знаю, могу ли я туда выходить. Это окно? Или же я всё-таки могу сюда выходить? Друзья, я вижу из своего окна, точнее балкона. Нотр-дам-де-Пари. Вау! Я просто в шоке, извините. Друзья, я просто шла вот оттуда и вышла к вот этой церкви, Чоч. Но я не знаю, мне кажется, я в каком-то, блин, Оксфорде нахожусь. Так, друзья, я медленным шагом шла из своего отеля и пришла к пантеону. Вау! Очень, очень здесь красиво. Просто невероятно. Я действительно как будто попала в какой-то Оксфорд. Вау! Мне нравится. Ребята, кажется, я вижу эту башню. Вау! Честно говоря, мне кажется, все мои походы по улице здесь будут сопровождаться. Вау, ребята, я вижу то-то, то-то. Простите, такой вот я впечатлительный человек. Вот такие красивые книжные у них здесь. Ну, конечно же, все закрыто. И постараюсь прийти завтра. Посмотрите на эту атмосферу. Эх, воскресенье. Да, воскресенье, все закрыто. Друзья, практически то, ради чего сюда приехала, это Miss On Page. И кажется, я не верю своим глазам. Это просто передо мной, вы посмотрите. Это передо мной. Я не верю. Я не верю в это. Пойдемте смотреть, что уже здесь есть на Miss On Page. Так, друзья, я попала на Miss On Page, и это что-то невероятное. В общем, смотрите, это старинный торговый дом, торговый центр. И здесь Сара Андельман сделала вот такую офигительную выставку, книжную выставку, очень много мерча. Здесь сидит огромный читающий человек, и для меня я на самом деле нахожусь в большом шоке, потому что по факту это вау. Это мне просто не это вау. Ох, смотрите, ведь это не все. Все, потому что здесь разные части здания, и везде есть книжный раздел. Miss On Page — это очень крутое место, которое привлекает не только читающих людей, но и не читающих людей, которые после этого, конечно же, могут заинтересоваться книгами. В общем, смотрите, здесь я вам оставила кадры различного мерча, книжного, в общем, все, что связано, все, что подготовили известные популярные бренды именно для этой выставки Miss On Page, которая уже никогда не повторится. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. Друзья, я все еще пребываю в огромнейшем шоке. Я просто в шоке. Ну что, друзья, не могла я уйти с пустыми руками, поэтому, конечно же, купила себе много всего. Но эта выставка здесь единая, она не повторится никогда в жизни. И я поняла, что, да, мне хочется много купить, но много я не могу себе позволить, потому что очень дорого. Вот. И обязательно, когда я сейчас дойду до отеля, я вам покажу, что я купила. Что-то, возможно, я на какой-то, ну, кому-то что-то подарю. Посмотрим. Но, кажется, не подарю. Ну, в общем, так. Скорее всего, для себя я уже больше ничего не буду покупать, за исключением одной сумки. Возможно, я сейчас туда дойду, но я не уверена, что этот магазин там работает. Надо очень хорошо подумать. Так, друзья, ну что, а это мой улов в Смисон Пейдж. Кепка. Ну, ребята, как я могла пройти мимо этой кепки? Букшоп. Никак, конечно же. Мэйсен Китсюне. Это очень популярная фирма, у которой есть здесь на поле рояль кофейня. Выпустили себе таких книжных лисов. Ну, я тоже, это было очень дорого, но я не смогла пройти мимо. Невозможно. Конечно же, фирменная открытка. И, друзья, светильник на книгу. Я долго ждала, и точнее, долго хотела его купить. И подумала, что особенно прикольный розовый с Смисон Пейдж. Тем более, что стоил он 12 евро. Это где-то 1200 чем-то рублей. Так, ну что, друзья, всем доброе утро. Я прямо сейчас завтракаю и бегу в бане релон. У нас встреча назначена на 11.00. И это очень прекрасно. Мы сегодня приведем с ней весь день с 11 до 4 дня. Где-то так. Она будет меня выводить по самым таким ярким местам, книжным местам. Благо мы находимся в этом квартале. Я для этого и поселилась здесь. И, конечно же, мы сделаем с ней интервью, беседу, где поговорим о многих интересных вопросах. Поэтому следите и не переключайтесь. Друзья, этот ролик выйдет отдельно от влога из Парижа. Я тоже сюда что-то вставлю, какие-то кадры с Даной Делон. Но смотреть вы будете этот ролик абсолютно в другом. Ну, в другом, ну, вы поняли. Такие дела. Конечно же, книжечка, книжечка и кроссан. Исконно русская, значит, исконно русская открытка для Даны. Не знаю, если это прям, что-то у нас коник-сконик будет идти. Ну, это какая-то книжка от Парижа, но вообще Тан-Тан. Это сейчас, наверное, поищу, может быть, тут будет. Считается культовой вещью французской. Мы просто чудесно провели время с Даной. Если вы будете ждать интервью, обязательно пишите об этом в комментариях. Потом Дана пошла мне показывать Париж и самые книжные места и магазины. Мы были в одном милом месте, рядом с полей рояля, где маленькое пространство, но очень хороший выбор книг. Мы пришли с Даной в Sleep and Soul. Вот, посмотрите, это большой-большой книжный магазин. И здесь столько красивых книг. Я просто в шоке. Смотрите, это новая проза. Это новая, ну, вот, край. Очень круто. Идем дальше. Нашла раздел с фэнтези. Не кажется ли, как емкость она это рисует? Так, друзья, ну что, я очень сильно устала. Но на самом деле мы с Даной записали какое-то очень-очень классное интервью, чему я безумно сильно рада. Это прям, не знаю, было очень душевно, и мне безумно понравилось. Я надеюсь, что ей тоже. И сейчас я ищу место, где бы можно было присесть, отдохнуть и покушать. Не понимаю, почему все люди идут на красный, но, может быть, так надо. Ладно, я тоже пойду. А, они просто знают, что он быстро переключается на зеленый. Вот, идем. Кстати, мы с Даной заходили в самый красивый в мире, ну, он так считается, самый красивый в мире Старбургс. И сейчас я зайду, я думаю, что я там покушаю, и как раз покажу вам поподробнее, насколько там красиво. Ну, поверьте, очень. Ну, а дальше я пошла гулять и наслаждаться Парижем, друзья. Что я могу сказать по поводу этого города? Здесь очень развит спорт. Везде бегуны, везде велосипедисты, и это, конечно, тебя мотивирует тоже заниматься спортом. Французы очень любят читать, потому что книжные магазины у них на каждом углу, и это меня просто очень сильно восхитило, на самом деле. Везде можно найти и англоязычные версии, и французские книги, в общем, чего здесь только нет. Я обязательно сюда вернусь. Ну что, друзья, всем привет. Что хочу сказать, последний день в Париже, вау. Я даже не знаю, на самом деле мне становится грустно, потому что непонятно, когда я еще смогу сюда... О, мы идем. Когда я еще смогу сюда попасть. Я не успела посмотреть вообще ничего, потому что записывала интервью, много работала, и вот, вот, ну надеюсь, я вернусь сюда уже в спокойствие, и, возможно, получится приехать сюда на Олимпиаду. Я очень хотела бы, потому что весь город готовится, и я вот хожу сейчас по стартам, ищу мерч к Олимпиаде, потому что мне кажется, это что-то такое бесценное, которое... Ну вот, если ты будешь потом смотреть Олимпиаду, и смотреть, и видеть, что у тебя что-то оттуда есть из Франции, из Парижа. Так, ну что, друзья, я позавтракала. Блин, надеюсь, что я не облилась только что. Я позавтракала и сейчас. Сейчас я вместе с вами пойду в Шекспирокомпанию. Там, кстати говоря, вроде бы нельзя снимать, но я не знаю, посмотрим. И, значит, после этого я уезжаю вообще в 13... наверное, да в 14.00 из отеля. В 13.00 я должна, ну, быть по направлению к отелю. Это точно. Вот такие дела. Купила, кстати, себе шопер в коллаборации... Блин, я надеюсь, я реально не провела в коллаборации с... Так, а куда мне идти? Дальше я забрела в очень красивый переулок и забыла, что говорила. Купила себе шопер Starbucks в коллаборации с Олимпиадой 2024. Вообще, я очень много мерча такого привезла. Так, друзья, пришла в Шекспирокомпанию, здесь снова очередь. Но я думаю, что я ее отстаю. Я пошла в Шекспирокомпанию. Друзья, там нельзя было снимать, но поверьте мне на слово, этот магазин безумно атмосферный. И моя вам рекомендация, обязательно приезжайте сюда. Когда-то давным-давно этот магазин посещал Хемингуэй и Джеймс Джойс, друзья. Когда я ходила по этому месту, я прям чувствовала эту сумасшедшую книжную атмосферу. Ну что, друзья, я прощаюсь с Парижем. Это была экспресс-прогулка по нему. И на самом деле, чтобы понять, что такое Париж, нужно приезжать сюда не меньше, чем на 5 дней. Даже если можно, то больше. Я вообще не успела понять, что такое Париж, потому что я везде только бегала, только куда-то летела, что-то снимала. Но так хочется по-настоящему очутиться в Париже, насладиться им, понять, что это за город, что это за люди. В общем, пока Париж, а я поехала в аэропорт. Друзья, ну что, я уже в аэропорт Устамбула. Я как-то вам даже ничего не записала в Париж, когда улетала. Не знаю почему, наверное, потому что я приехала в Аэропорт Устамбула заранее, но при этом мне всё равно не хватило времени, потому что там как-то всё скомкано, всё долго, и я начала нервничать. И пока что я нервничала, я ничего не записывала, и теперь я уже в аэропорт Устамбула. Я думаю, что нужно мне где-то присесть и поговорить с вами основательно. Какие итоги по поездке во Францию, по поездке в Италию. Всё это, на самом деле, дико интересно рассказать вам, послушать. Какие-то, я не туда пришла, а не туда приехала. Друзья, ну что, всем снова привет. Я всё ещё здесь. Я присела в кафе, которое должно тут работать всю ночь, а мне нужно здесь посидеть всего лишь что до пяти. Это, наверное, ещё часа три. В принципе, это нормально. Вот, это не 12 часов, в которые мы сидели с Викой перед поездкой во Францию. И вот, я подумала, что здесь, наверное, я закончила свой влог. Я так думаю. Обо многом хочется мне вам рассказать. Например, мои выводы про Францию, потому что я вам её мало показала, мало показала Парижа. И, может быть, я очень много снимала. Вот, я постараюсь, если вы увидели уже то, что я сделала для вас вставки книжных магазинов, надеюсь, даже со звучкой, значит, всё в порядке. Потому что и там я снимала интернет-даной, я снимала множество книжных, книжную выставку «Миссом Пейдж», откуда у меня бейсболка. Вот. И я была очень счастлива попасть на «Миссом Пейдж», потому что для меня это было такое место, наверное, мечты. Я считала, что мне попасть туда будет невозможно, потому что у меня не было визы, у меня не было вообще ничего. Но так вышло, друзья, что я помечтала об этом, приложила множество усилий, потому что мечтать мало, нужно предлагать ещё усилия, чтобы исполнять свои мечты. И вот, просто уже почти 2 часа ночи, и я как бы начинаю путаться в своих словах. То, что я привезла из Италии, из Франции, мы сделаем с вами отдельную распаковку, потому что я везу с собой 3 новые книги. «Будь моим» я отдала Дане Дане. При этом я не знала, что у неё нет книги. Это была как бы моя книга, но, поверьте, ей она там нужнее. Здесь я могу её купить в любой день, в любом месте и так далее. Вот, если бы я знала, что у неё нет и второй части, я бы тоже ей её отвезла. У меня капючинка. Если я пойму, что я засыпаю, то я купила себе энергетик. Вот. Я не знаю, насколько мне он поможет, насколько меня хватит. Ну, посмотрим. Совсем скоро уже буду дома. Там, кстати, пришло очень много книг, которые лежат у меня в пункте выдачи. И буду также вам их показывать. Нужно срочно возвращаться в ютубную жизнь в плане длинных роликов, потому что вы спрашиваете, а где, а где, а где они. Вот. И снимать побольше. Но буду это стараться делать. В общем, ребята, вывод такой. По Италии. Ой, по Франции. Я же всё сравниваю именно на книжном уровне, как у них там всё устроено. Я не знаю, говорила я вам про Италию или нет, но давайте расскажу. В общем, что касаемо Италии. Как мне показалось, для них очень важна красота их обложки. Они много читают. Это факт. Потому что у них очень много книжных магазинов. Они это развивают. У них есть крутые, классные и большие, и камерные издательства, которые делают... Ну, то есть, там, знаете... Я сейчас даже попытаюсь фотки откопать. Да, там, обычное издание, как они его переделывают. То есть для них это важно. Им важно, чтобы их книги появлялись быстро. То есть переведённые книги появлялись быстро. У них есть свои хиты, есть свои популярные молодёжные авторы, которые пришли к ним с ватпада. Они и это направление развивают, потому что я также видела, как молодые девочки вставали в очередь за книгами. На самом деле, я очень рада, что я это увидела. Для меня это было важно. Они действительно читающая нация, как мне кажется. И кто-то мне говорил, что... Нет, итальянцы не читают. Ребята, это полный миф. Это неправда. Они читают. И много читают. И у них много читающих подростков. Вот. Как-то так. Что ещё рассказать? Наверное, про Италию всё, потому что у нас был большой влог оттуда. Смотрите его обязательно. А вот про Францию... К сожалению, я очень мало дней там была. Мне требуется больше дней, потому что вот так всё кувырком, бегом, всё вот... Действительно, я бежала. Я даже толком Айфилеву башню не посмотрела. Ну, увидела её издалека. Но зато вам могу сказать, что французы читают ещё больше, чем итальянцы. Они очень много читают. То есть, если итальянцы читают много, то французы читают в пять раз больше. Книжные магазины у них повсюду. Притом, у них есть такие... Ну, тоже большие сети. А есть у них камерные, такие, знаете, удивительно красивые помещения, где они... В общем, по-разному. Очень много всего интересного. Действительно. Я не смогла посмотреть даже, наверное, 20% того, что там есть, потому что там есть очень много. Но самое главное, я успела посмотреть Шекспир и компанию. Там, где... Кстати, мне сказали, что книга книжный на левом берегу Сене, Сены, это как раз про этот книжный магазин. Я обязательно буду её читать и очень грущу, что не взяла её с собой, потому что я не знала. Вот. Была я в Smith & Soon. Это тоже один из старинных магазинов. Но вот в этом магазине очень много новинок. Там прям хиты, там много всего. И потом мы пошли с Даной. Она мне, кстати, проводила такой вот мини-экскурс по Париже. Это было безумно интересно. Мне очень понравилась Даной. Она безумно крутая. Она безумно... Просто чудесная какая-то. Я не знаю. Она... При том, что... Она знает три языка. Это русский, французский и английский. С ней очень интересно. С ней интересно обсуждать книги. С ней интересно обсуждать политику. С ней интересно обсуждать просто social life. Понимаете? Это... Я очень хотела бы с ней видеться почаще. Очень хотела бы с ней общаться почаще. Потому что... Вот правда. Очень интересный человек. Я рада, что я знакома с ней. Я рада, что... Я провела с ней почти весь день. Вот. И что теперь Париж. Париж у меня будет ассоциироваться именно с Даной. Потому что... Потому что она меня ходила по всем этим улочкам. Она говорила по-французски. Там что-то... Ну вот. Это то, что запоминается. Я думаю, что навсегда. Ну вот, друзья. В общем, мне кажется, самое важное я вам рассказала. Интервью с Даной будет совсем скоро. Обязательно пишите, если вы будете его ждать. Пишите об этом в комментариях. И, конечно же, мне бы хотелось также ездить по миру и показывать вам книжные места. Потому что их очень-очень-очень-очень-очень-очень много. И мне было бы, на самом деле, важно знать от вас, насколько вам это интересно. Также брать интервью у других авторов, у наших российских, естественно, у зарубежных авторов тоже. Почему нет? Why not? Почему нет? Мне кажется, это тоже мега интересно. Пишите. Пишите, что вы хотите от меня. Хотите ли вы вообще что-то от меня? Надеюсь, что да. Я пошла читать книжку, посмотрю сериал, что-нибудь съем и буду ждать своей регистрации. Как-то так, друзья. Всех очень сильно люблю. Надеюсь, вам было со мной очень интересно. И интервью с Даной уже совсем скоро. Читайте, а не спите, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.